Добрый вечер! В этом матче по броскам из-за периметра и в подборе по читам и во второй раз в текущем сезоне обыграли одного из самых молодых, но весьма грозных баскетбольных клубов мужской суперлиги. Мы смотрели Урал, готовились к нему. Я думаю, немножечко наша игра, немножко не повезло со штрафными, немножко что-то, не знаю. Ну, хорошая, мне очень понравилась эта игра. Хороший соперник, естественно. Всегда приятно играть с ними. Конечно, мы знали, что игра будет тяжелая, поскольку Урал потерпел несколько незапланированных поражений, наверное, в этом месяце. У них тяжелый график был, где-то там потеряли концентрацию в домашней игре с Видным. И поэтому мы понимали, что еще в свете того, что вчера Новосибирск выиграл, Урал потерял преимущество в борьбе за второе место и нужно было его возвращать в турнирной таблице. Поэтому они вышли сверхмотивированы. Мы ждали такой бой, мы готовились. Ну, игра есть игра. Немножко не получилось. Ну, прежде всего, важная для нас с психологической точки зрения и, без сомнения, важная с точки зрения турнирной борьбы победа проигрывать уже некуда. Свою лимит мы исчерпали. Это понятно, что все решится в поле. Ну, просто с психологической боли даже важная победа, потому что при графике за 19 дней 7 игр с 4-мя перелетами и непрямыми перелетами, Команда, конечно, в которой играет 10 игроков, в связи с тем, что он все эти дни был травмирован и плюс мелкие травмы, нам было очень тяжело. Наша задача после лирды была, прежде всего, когда мы еще получили психологическую яму после этого поражения, выйти, вывести ее и попытаться заставить команду поверить в себя и играть в ту игру, которую мы им предложим. О своих претензиях на победу в матче с «Атаманом» команда Олега Акулова заявила практически с первых минут встречи. Перевес хозяев паркета над гостями уже к середине первого игрового отрезка подрос до 8 очков. Именно это обстоятельство заставило главного тренера баскетбольного клуба из Ростова-на-Дону Михаила Карпенко срочно взять тайм-аут и привести в чувство своих подопечных. Игра после этого вроде бы подровнялась, но «Урал» уверенно удерживал соперника на дистанции и на большой перерыв после второй четверти, которая, кстати, оказалась самой малорезультативной в этой игре, команды отправились при 7-очковом перевесе Екатеринбучца в счете 40 на 33. «Трудности, которые возникали в первой четверти, были, прежде всего, связаны с тем, что несколько сделали глупых потерь в нападении и проигрывали подборы на своем щеке, дали сделать 5 подборов Соловьева, который их практически доиграл, потому что в первом тайме за первой четверти это был лучший игрок в составе «Атамана». Думаю, что если бы мы этот момент отработали более качественно, то тогда и всю игру можно было по-другому как бы вести». «Прежде всего, я думаю, что ключевым моментом стал в первой половине проигранный нами подбор. После двух четвертей мы подобрали на своем счете 5 мячей, а соперники 9. И уже потом в роли догоняющего с такой командой тяжеловато». Второй мощный рывок в этом матче «Урал» предпринял в третьем периоде. Серия результативных атак, качественная игра под читом и надежный прессинг при атаке соперника позволили команде Олега Акулова еще больше увеличить свое преимущество над «Атаманом», доведя его до максимальной разницы в этом матче в 14 очков – 63-49. Ликвидировать эту разницу, казалось, «Атаману» уже не по силам, но ряд ошибок Екатеринбурсов помогли гостям снова возродить интригу в матче к середине заключительного периода. От гандикапа в 14 очков осталась добрая половина. И тут «Урал» выручили два точных попадания в кольцо соперника, одно из-за дуги, и концовку этой встречи хозяева доиграли без особых треволнений. «Урал» снова добился победного результата над одним из претендентов на призовые места в регулярном чемпионате, обыграв соперника на сей раз со счетом 80-69. Настраившись на игру, знаю, что соперник будет сильным, и, как видите, счет в нашу пользу. До этого было нам трудно, но сейчас мы играем в Друговинский дом. «Хорошая игра, примерно равные соперники. Кто-то сейчас на данный момент сильнее, кто-то немножечко послабее, но набирается ход в плей-офф, и сами понимаете, что все готовятся к плей-оффу больше. «Урал» хорошая команда, что, можно сказать, мы и дома с ними играли. И не первый год я играю с этой командой. Будем как бы работать дальше, смотреть, как-то, и стараться играть лучше». «Эту игру ребята выполнили, я считаю, на все 100%. У нас здесь не все получалось. Своим собственным нападением у «Урал» не было красиво. Мы, в общем, этого и ждали, но мы полностью разрушили нападение соперника. Ни одна из комбинаций, которая должна была приносить очки атаману, у них не получилось. Практически мы заставили их играть в обычный пикинг-ролл, в обычную двойку. По результативности, самым полезным в составе «Урала» в домашнем матче с атаманом стал американец Аарон Маги. 8 двушек и стопроцентная реализация штрафных позволили ему набрать в этой игре 19 очков за 25 с половиной минут игрового времени на паркете. А вот больше всех поиграть в этой встрече пришлось основному разыгрывающему Екатеринбургского клуба Антону Глазунову. В общей сложности на площадке он провел 30 минут и 39 секунд чистого времени, положив в копилку команды 14 очков. Ну, я не стремился к очкам. Я хотел, чтобы наша команда играла в такой пускевой, который мы раньше играли. И забил 14, это уже так получилось. На два меньше набрал главный снайпер «Урала» в текущем сезоне Крис Монро. При достаточно неплохом коэффициенте попаданий с дальней дистанции, три точных броска из четырех, Монро крайне неважно сыграл в этом матче при выполнении бросков со средней дистанции, всего одно попадание из пяти, и при реализации штрафных, где его процент оказался еще ниже, только один точный бросок из шести. Меньше всех на площадке в составе «Урала» отыграли Алимджан Федюшин и Виталий Ионов. Правда, без набранных очков на скамейку запасных все равно не ушли. У него в Череповце была травма ноги, получил травму голеностопа, растяжение довольно сильное. Он все это время восстанавливался и начинал тренировки. Уже даже когда мы вернулись с Санкт-Петербурга, он не летал в Санкт-Петербург. Он прилетел, он начал тренироваться, готовился к игре в ревле. Игрок потерял месяц, 20 дней не тренировался. Он же не имеет, какая у него функциональная подготовка, ни команды не было, ни вон. Без сомнения, спортсмены что-то делают сам в тренажерном зале, там индивидуально что-то работает. Но это же не функциональная работа с командой. И поэтому в ревле он чуть-чуть получил игрового времени, при том еще легкий болевой эффект был. И он отрабатывал вот эти свои отрезки. И сейчас он получил больше времени, потому что и травма заживает, и он функционально становится более готовым. Еще игрового ритма нет, мы на него рассчитываем. Вы знаете, что Италий тут человек, который всегда предан команде, играет до конца. Мы прежде всего разбирали игру Маги, Монро и Лазунова, этих трех лидеров. В каких-то эпизодах мы с ними справились, но где-то они, конечно, сыграли сегодня как настоящие лидеры, повели за собой команду. В принципе, по большому счету, три этих игрока являются ключевыми в команде Урала, на мой взгляд. От их игры многое зависит. Были моменты, мы же наблюдаем весь чемпионат, когда не было Глазунова на площадке. Команда Урала по-другому смотрелась. Не дорабатывали там силы каких-то травм Маги или Монро. Опять команда Урала теряла в агрессии. Сегодня они все были в хорошей форме, хорошо мотивированы, хорошо играли. И поэтому у Урала игра получалась. Для финиша регулярного чемпионата в графике у команды Олега Акулова остался только один домашний матч. Против своего самого принципиального соперника последних лет Сургутского университета Югра. Далее серия стыковых игр плей-офф и самое время тщательно посмотреть на функциональную составляющую личного состава. А она, по словам наставника Урала, на данный момент далека от своего идеала. Причина – затянувшаяся серия выездных и домашних игр первого месяца весны. Команде, считает Олег Акулов, сейчас крайне важна передышка, чтобы качественнее подготовить игроков к решающим играм сезона. Постояние у нас такое, какое есть, потому что у нас сегодня есть работа, чтобы из этого состояния постараться выйти, найти какие-то возможности дополнительные, восстановить ребят. Поэтому очень тяжело играть. Потому что у нас было за 19 дней 7 игр с четырьмя перелетами через Москву, с ожиданиями и так далее. Потому что очень много игроков было травмировано, постепенно входили в игру весь этот период. И функционально мы, без сомнения, подсели. Как мы могли, имея 9 игр за месяц, притом по независимым от нас обстоятельствам, я хочу сказать. Когда мы собирались находить в плов, у нас был другой график. Как мы можем находиться в хорошем функциональном состоянии. Вы представьте, когда их тренировать, когда их восстанавливать. Ближайшие матчи регулярки «Урал» сыграет теперь на выезде. 31 марта Екатеринбургский клуб в Заречном встретится с местным союзом. А спустя неделю, 6 апреля, в Рязани проведет заключительный выездной матч регулярного чемпионата. Последняя игра «Урала» перед серией плей-офф состоится 12 апреля. В Екатеринбург пожалует университет «Югра». И именно эта встреча, на наш взгляд, станет последней генеральной репетицией перед стыковыми матчами плей-офф. 6 января первая игра «Урала» с университетом Югой, прошедшая в Сургуте. Напомним, завершилась тогда победой хозяев паркета с разницей в 9 очков. 69-60. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok